Китай стал четвертым в мире государством по количеству потенциальных доноров крови. Китайские добровольцы помогают пациентам не только в своей стране, но и за границей. С подробностями мои коллеги. В больницу Диан Юнфена привело желание помочь ребенку. Сегодня он становится донором стволовых клеток. Никаких неприятных ощущений, просто лежу и все, как дома на диване. Его клетки трансплантируют семилетнему мальчику из Великобритании. У того обнаружили редкую форму лейкоза. Доноры искали долго и нашли в Китае. Я хочу только, чтобы это помогло ребенку. Пусть побыстрее выздоровеет, пусть растет счастливым. По настоящему времени донорами стволовых клеток для иностранцев уже стали 183 китайца. Такие данные озвучили на пресс-конференции Китайского общества Красного Креста. Также стало известно, что количество потенциальных доноров увеличилось до 2 миллионов человек. Китайский реестр уже стал самым крупным после американского, немецкого и бразильского. Но специалисты считают, что этого все еще мало. Сейчас в Китае более миллиона пациентов с заболеваниями крови и ежегодно этот показатель увеличивается примерно на 6%. Но подобрать донора очень сложно. Для каждого конкретного пациента донором может стать один из сотни или даже из тысячи. Сейчас в Китае, как потенциальные доноры стволовых клеток, зарегистрированы 14 человек на каждые 10 тысяч, тогда как в США этот показатель выше в 25 раз, а потребность в донорах растет. Только в прошлом году в банк стволовых клеток поступило более 8 тысяч заявок на поиск подходящего донора. Юлия Жень, CCTV Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова